Динамическая верификация А вторая секция будет посвящена тестированию трейдинговых систем После второй секции, если у нас останутся еще какие-либо вопросы по трейдинговым системам Мы проведем круглый стол, который называется нешаблонные методы тестирования трейдинговых систем А открывать сегодняшний день будет Николай Покулин с докладом, подготовленный им и Александром Константиновичем Питенко Технические решения и нетехнические проблемы автоматизации тестирования Спасибо Добрый день, уважаемые коллеги Сегодня так уж получилось, что я выступаю за своего наставника Александра Константиновича И представлю такой, скажем, информационно и рассуждательно тематический доклад о автоматизации тестирования Значит, есть два, как сказать, мема Автоматизация тестирования и тестирование на основе моделей Автоматизация тестирования это, в общем, родной словосочетание, в котором все слова понятны И, в принципе, первое со вторым вполне сочетаются А тестирование на основе моделей это перевод с английского термина Module Based Testing или MBT Значит, тестирование на основе моделей это То есть, скажем так, в англоязычной литературе также есть Testing Automation термин Однако в данной презентации я буду рассказывать и обсуждать вообще тестирование на основе моделей Так как в последнее время появляется тезис о том, что любое автоматизированное тестирование это тестирование на основе моделей Значит, в частности, такой тезис был явным образом сформулирован Бобом Байндером Автором такой умеренно классической книги Testing Object Oriented Software Что же общего между автоматизацией тестирования В чем разница, что думают классики Ну, классика я вам уже представил Значит, изначально тестирование на основе моделей И дальше я уже буду более подробно рассказывать именно эту ветвь MBT Это получение тестов, исходя из некоторой формальной конструкции, описывающей семантику программы Однако в последние лет Десять мы наблюдаем очень интересный эффект Это, можно сказать, эффект примазывания Когда появляется некий очень эффектный и уважаемый термин И тут же начинаются всякие всевозможные появления Ну, в биологии называется рыбы-прилипалы Здесь мы не будем такими словами разбрасываться Но, в общем, появляются попытки растянуть этот термин на себя И сейчас, если посмотреть тематики конференций и семинаров по тестированию на основе модели Вдруг оказывается, что тестирование на основе модели – это любое тестирование, в котором есть модель Причем под моделью уже не понимается Понимается не только какой-то формальный объект, описывающий исключительно семантику программы И тесты извлекаются, скажем, функциональные Нет, теперь, если вы подумали и нарисовали диаграмму вашей системы, то вы уже построили модель Если вы извлекли требования, представили их в некотором структуренном виде, вы также построили модель То есть под моделью уже понимается любая мыслительная активность, описывающая объект тестирования То есть если вы тестируете не думая, ну, значит, вы тестируете без модели Если же вы немножко подумали, составили, скажем, план разработки тестов, то у вас уже что-то вроде тестирования на основе моделей Но в данной презентации, пожалуй, настолько широкая трактовка не будет использоваться А я расскажу исключительно о той задаче, которая поставлена, как бы первая автоматизация тестирования То есть как уменьшить количество ручного труда для получения большого количества тестов И прямой путь к решению этой задачи – это использование моделей Когда мы описываем семантику программы с использованием некоторого формализма Потом нажимаем волшебную серебряную пулю и получаем большое количество тестов Модели, которые могли бы использоваться для описания семантики программы Наверное, с 60-х годов 20-го века придумано неимоверное количество Значит, можно кратенько отклассифицировать их на автоматные Когда вы описываете вашу систему как последовательность переходов между состояниями Переходы происходят по некоторым событиям Другой вид – это, в общем-то, тоже автомат, только немножко в профиль Называется Message Sequence Chart Когда вместо описания системы переходов описываются последовательности сообщений Которыми эти системы могут обмениваться Ну, нетрудно заметить, что Message Sequence Chart в частном случае является просто некоторым проходом по автомату Но там есть, конечно, свои собственные особенности Кроме того, помимо вот этих вот, скажем, мы говорим о метаформализме Бывают и конкретные формализмы Например, здесь Race Specification Language Язык для описания семантики программ при помощи алгебраических и логических спецификаций Вообще, вот таких вот SL в мире существует изрядно много Есть, скажем, VDMSL, RSL, SDL, STL и прочие языки На которых можно выразить конструкции На которых представляют удобные конструкции Для выражения ваших мыслей о том, какой должен быть результат программы Значит, я хочу привлечь внимание молодого поколения Старшие-то товарищи, наверное, догадываются А молодое поколение, может быть, и не знает о том, что помимо неприличного анекдота Про поручика Ржевского о том, что результат нет, а вот процесс да Существуют разные подходы к описанию Есть описание программы, в которой вы пишете шаг первый, шаг второй, шаг третий, шаг четвертый результат Или отсутствие результата И есть совсем другой подход к описанию семантики В котором вы говорите, мне не важно, как будет работать программа Меня интересует, какой будет результат Самый простой пример такой спецификации Это пример функции извлечения квадратного корня Когда вы хотите оттестировать такую функцию То один из способов заключается в том, что вы просто построите свой собственный алгоритм извлечения квадратного корня И потом сравните результат того, что дает тестируемая функция с тем, что вы посчитали И вы с удивлением обнаружите, что у вас где-нибудь там обнаружится расхождение в районе последнего бита А может быть и не только последнего Связанные с всевозможными проблемами округления Гораздо более прямой способ построения тестов для такой функции Это догадаться о том, что если функция извлекает квадратный корень То результат, возведенный в квадрат, должен быть примерно похож на аргумент Это вот как к вопросу о том, что можно мыслить в терминах процесса То есть попытаться построить другой результат и сравнить его А можно мыслить в терминах результата То есть догадаться, какими свойствами должен был дать результат Вне зависимости от того, каким процессом он получен И вот здесь дан небольшой пример такого формализма Который разрабатывается и в нашем отделе, в Институте системного программирования Российской Академии Наук и в компании Microsoft Инструмент у них называется Spec Explorer Это подход к описанию семантики программы, основанной на логических контрактах Что такое контракт? Контракт это соглашение между двумя сторонами о том, кто что обязуется сделать Скажем, клиент обязуется предоставить пиломатериалы А сервер обязуется из этих пиломатериалов выточить фигурки Скажем, определенной высоты, определенной тематики Это и есть контракт То есть клиента не интересует, как именно сервер будет точить А сервер будет точить лишь из материала клиента То есть если клиент не выполняет своих обязательств То у сервера к нему тоже никаких обязательств нет Если же клиент свои обязательства выполнил, то их выполнить должен и сервер Это и есть понятие программного контракта. Если проследить историю, то где-то в конце 60-х, в начале 70-х языков в венской лаборатории компании IBM был поставлен вопрос, а что же такое язык PL1? Тогда это был весьма модный язык, который продвигала компания IBM в качестве универсального решения всех проблем программирования. В результате язык получился очень запутанный, малопопулярный, но и благодаря нему появилась такая квинтэссенция. Нарыв созрел, и сотрудники венской лаборатории компании IBM построили метод, предназначенный для формального описания семантики программы. То есть, чтобы семантику языка программирования можно рассматривать было как некий формальный объект и вести о нем рассуждение. Более того, они даже построили, не предложили некоторый умозрительный процесс построения правильных программ. То есть, каким образом сделать так, чтобы ваша программа на выходе была корректной по построению? То есть, чувствуете отличие от того, как, скажем, пишете вы? То есть, вы сначала пишете, а потом проверяете, что вы написали то, что хотели. Здесь же вопрос ставится так. Вы поняли, что вы хотели, и в конце вы получили именно то, что хотели. Тестировать уже не надо, оно корректно по построению. И эти шаги преобразования идеи в код опираются на формализацию семантики посредством логических предикатов и последовательные шаги уточнения программ. Значит, изначально мы создаем некоторый совершенно формальный объект. То есть, мы определяем те типы, которые нам нужны для того, чтобы сформулировать вообще, какой программный интерфейс нам нужно получить, и описываем сигнатуры операций. Дальше мы на шаге первом в терминах этих типов и интерфейсов мы предполагаем, какая должна быть семантика. Доказываем, что эту семантику мы поняли корректно. И переходим к следующему шагу. Уточняем нашу модель, развиваем, делаем, скажем, более быструю реализацию. Но на каждом следующем шаге мы доказываем или как-то показываем, что то, что мы получили на N плюс первом шаге, соответствует спецификациям и модели N-ного шага. В какой-то момент времени мы останавливаемся, когда доходим до трансляции на язык программирования. Значит, зная выросла из операционной семантики языка программирования и получила в том числе название синтез программ. Значит, в Советском Союзе одним из основоположников такого подхода можно считать Лаврова Святослава Сергеевича. Вот он на правом верхнем углу. Это ученый-математик, начинал как баллистику Королева, но в середине 60-х полностью поменял направление своей деятельности и занялся теорией и практикой программирования. Один из первых программистов в Советском Союзе, под его руководством разрабатывался транслятор, один из первых трансляторов с языка Алгол. В левом нижнем углу находится живой еще классик Денис Бьернер, один из авторов VDM-а венского метода разработки, который внес очень большой вклад вообще в саму методологию МБТ и в его популяризацию в мире. Итак, рассмотрим чуть более конкретно, что же такое соответствие модели. Значит, на этом слайде есть два слова страшных, имплицитные и эксплицитные. Кто знаком с такими словами? Ну, старших товарищей не касается, но поскольку у нас очень много молодежи, то у меня скорее будет в форме лекции. Значит, эксплицитные – это от английского, ну, на самом деле от латинского, но поскольку большинство авторов-то англоязычные, то все-таки от английского слова explicit, что означает явный. То бишь, это программа, которая рассказывает по шагам, как получить результат. То есть это полностью явная спецификация, вы получаете алгоритм и по нему делаете шаги, приходите к результату. Есть же другой способ описания семантики, имплицитные спецификации, опять же от английского, то бишь сначала от латинского, но потом от английского implicit, что означает неявный. То есть в этом описании вам не сказано, как получить результат, зато есть какие-то слова о том, какими свойствами такой результат должен обладать. И один из способов описания имплицитной спецификации заключается в том, что мы снабжаем нашу модель двумя предикатами. Предусловие, то есть наш контракт, то есть то, что должен выполнять клиент и постусловие, то, что должен выполнять сервер. Или другими словами, предусловие описывает ограничение на вход, постусловие описывает ограничение на выход. И так, ну наверное я здесь буду показывать, там у нас окошко немножко затеняет. Значит, эксплицитная спецификация соответствует имплицитной, если для любого входа предусловие на вход означает, что будет выполняться постусловие. То есть результат преобразования этого импута по явным алгоритмам будет соответствовать некоторым постусловиям. Значит, напомню опять-таки про квадратный корень. Предусловие какое? В том, больше либо равно нуля. А постусловие какое? Что результат применения квадратного корня, возведенный в квадрат, будет равен импуту. Ну, поскольку тут у нас мир не идеальный, есть ошибки округления, есть конечное представление даблов в виде последовательности битов, то тут знак равенства ставить очень опасно. Хотя с математической точки зрения, конечно же, спецификация именно такая. Ну да, норма. Близость по норме. Совершенно верно. Теперь посмотрим, вернемся опять-таки к идее венского метода о том, что мы разработку делаем пошагово, постепенно усугубляя нашу, вернее так, конкретизируя на каждом шаге операции. И у нас получается некоторая стрелочная диаграмма. Требуется к этой диаграмме, чтобы она была коммутативной. Значит, другими словами, если мы берем на более низком уровне абстракции некоторый вход, поднимаем его на предыдущий уровень абстракции, обобщаем, применяем к этому абстрактному входу более абстрактную операцию, мы получаем некоторый абстрактный результат на более высоком уровне абстракции. Это у нас один проход по этой стрелочной диаграмме. Второй проход заключается в том, что мы вычисляем все на новом, более низком, более конкретном уровне абстракции, поднимаемся наверх, и у нас должны совпасть результаты. То есть новая, более конкретная реализация нашей программы должна делать то же самое, что делает предыдущая, более абстрактная. Здесь возникает понятие ретракции или обобщение, повышение уровня абстракции. И появляются два способа. Вот тут у нас и появляются задачи верификации в терминах постепенного уточнения абстракции. Значит, если у нас на обоих, на верхнем уровне была эксплицитная спецификация, то есть у нас был более общий алгоритм, мы можем, ну скажем, у нас был алгоритм на языке C написан для извлечения квадратного корня, а на более конкретном уровне у нас, например, на ассемблере. Вопрос. Как доказать, что реализация на ассемблере соответствует реализации на C? Это часто встречающийся случай, когда необходимо ускорить какие-то часто используемые операции, и их переписывают, например, на язык ассемблера или, хуже того, впаивают в микропроцессор как специализированную операцию. Например, в настоящее время операции шифрования с использованием алгоритма AES настолько широко распространены, что компания Intel в отдельных, ну теперь, наверное, уже, кстати, во всех современных своих процессорах, впаивает расширение, которое ускоряет эту операцию шифрования примерно на порядок. В предыдущие случаи были, например, добавлялись операции, которые необходимы для обработки сигнала, для фурьер преобразования и прочего. Ну так вот, в данном конкретном случае у нас является, ну мод – это операция более высокого уровня, и импл – операция более конкретная. Прежде всего, как должны быть связаны друг с другом предусловия. Если мы делаем более конкретную реализацию, то эта более конкретная реализация должна работать на всех тех входах, которые допускают более общее. То есть предусловие для более конкретной операции должно следовать из предусловия для модельной операции. То есть не может быть такого, что у вас абстрактная функция допускала, скажем, два аргумента, а конкретно только один. Конкретно можно допускать три. И оба из тех, которые допускали абстрактные, должны в этой тройке присутствовать. Не разрешается сужать предусловия. Это первый шаг. Первое требование. А второе требование заключается в этой самой коммутативной диаграмме. То есть если мы вычислили результат на конкретном уровне, подняли уровень абстракции, это то же самое, что если бы мы все вычислили на более абстрактном результате, результаты должны совпасть. То есть смысл проведения этой абстракции, например, в том, что более конкретно, что мы скажем что-то ускоряем, или мы к какому-то, каким-то дополнительным требованиям должны удовлетворять. Значит, формально это описывается так, что если предусловие для аргумента было выполнено, то в конце концов результат вычисления на конкретном уровне должен быть эквивалентен, ну в некотором смысле, что такое эквивалентно очень сильно зависит от предметной области. Должен быть эквивалентен выполнению операции на абстрактном уровне. И эта задача может быть проверена аналитически. Вчера, например, мы слышали, слушали очень хороший доклад Юрия Глебовича Карпова о модел-чекинге, или же более высокий уровень абстракции может быть сформулирован логически, и дальше конкретная реализация алгоритма. Это может быть проверено, доказано как теоремпрувинг, то есть мы фактически сформулировали теорему, и потом попытаемся ее доказать. А кроме того, эта задача может быть решена методами тестирования, когда мы перебираем определенный набор вот этих вот входных аргументов in и на каждом из этих аргументов проверяем выполнение данного условия. Понятное дело, что доказательство теоремы, оно исчерпывающее, то есть оно для всех возможных входов доказывает, что эта связь сохраняется. К сожалению, на практике доказательство теоремы для сколько-нибудь большой программы представляется совершенно головоломным делом, очень грустным, долгим. То, что вчера рассказывал Юрий Глебович насчет доказательства корректности ядра операционной системы, это называется корректность микроядра SL4 на процессорах ARM. Причем тот же самый, кстати, микроядро, оно уже на процессорах Intel, недоказуемо. Потому что у Intel очень хитрая операционная семантика процессора, которая неформализована, непонятна, неизвестна, и доказательства корректности того же самого ядра, но на операционной платформе Intel не существует. И никто ее, в общем-то, не берется, потому что регулярно от Intel требуют формальной семантики микропроцессора, и также регулярно Intel глух к этим запросам. Но это уже совсем другая история. Что не берется, у Intel крайне хитрая семантика прерываний. Очень хитрая. Кроме того, еще хитрее у Intel устроена работа с памятью. И вот это в совокупности прерывание память, переключение задач, переключение контекстов, в общем, это долгая грустная история, к теме нашей лекции не относится. Второй подход – это использование имплицитных моделей. Начало точно такое же. То есть предусловие при уточнении не должно сужаться. То есть любой аргумент, который был допустим на логическом уровне, должен быть допустимый на конкретном уровне. Ну, кроме того, допускается, что на более конкретном уровне появились новые аргументы. Однако теперь у нас более хитрая теорема. Поскольку мы… Вот смотрите, вот здесь, вот здесь мы брали аргумент и вычисляли результат на модельном уровне. Когда же у нас модель логическая, то есть у нас есть вот этот самый квадратный корень о том, что мы говорим, что результат возведения в квадрат должен совпадать с аргументом. Понятное дело, что мы уже не в силах вычислить. Поэтому здесь у нас все тот же самый input, только сейчас у нас стоит несколько более хитрая формулировка. Мы вычисляем этот input в конкретном представлении, то есть мы извлекаем этот самый квадратный корень. Мы берем аргумент и после этого применяем постусловие. То есть у нас нет конкретного алгоритма вычисления на более общем уровне, зато у нас есть возможность проверить, что то, что было на конкретном уровне, соответствует тому, что мы изначально написали на более общем. Опять-таки это может быть теорема. И дальше попытаться доказать при помощи теоремпрувинга. Значит, теоремпрувинг, не буду вас пугать, теоремпрувинг развивается чрезвычайно быстро. Современное состояние дел в этой области сейчас отличается от того, что было 10 лет назад, просто грандиозно. И в принципе, в принципе, я верю, что не за горами тот день, когда программы, скажем, порядка так 100-10000 строк кода уже можно будет доказывать. Ну, это светлое будущее наступит не завтра, но оно, я уверен, наступит. Однако для миллионов строк кода, в общем, это очень неочевидно, что когда-либо это произойдет, поэтому тестирование у нас будет актуально всегда. Вот, значит, обращаю ваше внимание на этом слайде как раз на различие двух подходов. В одном случае, когда у нас есть, вот внизу красненькие кружочки, когда у нас есть исполнимая модель, то мы делаем эквивалентность, мы проверяем равенство результатов более конкретного и более абстрактного вычислений. Если же у нас имеется имплицитная спецификация, то мы просто проверяем, что у нас логическое требование, сформулированное на высоком уровне абстракции, что этому логическому требованию, сформулированному на более высоком уровне абстракции, отвечают результаты более конкретных вычислений. В нашем отделе для реализации вот этого самого подхода с постусловиями и проверкой соответствия более абстрактной логической модели реализован набор инструментов, которые все вместе получили название Unitesc. Значит, Spec Explorer – это примерно то же, но реализовано в компании Microsoft. Ну, изначально разработан Microsoft Research. Все этих людей мы знаем, эти люди знают про нас. В общем, как бы циркуляция идей имеет место быть. Итак, что есть? Вначале есть некоторая тестируемая система, то есть та самая более конкретная реализация, для которой мы должны проверить соответствие логическим предикатам более абстрактного уровня. Значит, у нас есть модель поведения, есть структура данных, которая нам необходима для того, чтобы описать входные и выходные параметры целевых функций. Есть формальный интерфейс, который говорит о том, какие у целевой системы есть функции, в общем, через какие входы можно эту систему подергать. Описание событий, то есть как эта система может отбрыкиваться в ответ. Есть некоторое описание инвариантов, то есть те самые свойства, которые должны в реализации присутствовать, выполняться во всей цепочке, скажем, истории. И есть формулировки пред и пост условий, которые описывают тот самый контракт, связывающий пользователей тестируемой системы с теми операциями, которые она выполняет. Очень важный вопрос при тестировании, их на самом деле два, это две стороны одного вопроса, когда мы должны остановиться, а как бы синонимичный вопрос к нему, все ли мы протестировали. То есть тестирование вслепую заключается в том, что мы просто вот так вот долбим, долбим, долбим тесты, чем это хорошо? Тем, что можно не думать. Плохо же это тем, что в результате может оказаться, что вы как бы все ходите и ходите по одному и тому же месту, а все остальное окажется полностью не покрыто. Поэтому для задачи тестирования чрезвычайно важным аспектом является критерий полноты. То есть когда мы должны понять, что все, что для нас значимо, мы оттестировали. Значит, критерий полноты может быть несколько, там по юз кейзам, то есть у нас известно, например, что у нас есть функция вычисления абсолютного значения числа. Понятное дело, что у нее есть больше нуля, ноль, меньше нуля. Могут быть по видам параметров, то есть мы можем представить, что у нас есть, например, некоторая n-арная функция, и вот это пространство параметров, n-мерное, мы можем разбить на какие-то домены, в рамках которых мы знаем, что функции точки из одного домена обрабатываются одинаковым образом. Это могут быть виды состояний. Значит, очень хитрое вот это вот понятие, виды состояний. То есть я тут умышленно промолчал, но, наверное, надо немножко приоткрыть кухню. Есть такое понятие, как модельное состояние. Возможно, вы даже когда-нибудь столкнетесь в своей жизни, что вы читаете некоторое описание функциональности, и там написано, что вот сначала система находится в таком-то состоянии, потом она получает вход, переходит в это состояние, делает в нем что-то, потом переходит в следующее состояние, а потом в конце этого описания написано, что реализация не обязана содержать именно эти состояния, но внешне наблюдаемое поведение должно быть таким, как если бы эти состояния в ней были. То есть вы можете ходить совсем другими путями внутри вашей реализации, но снаружи должно выглядеть так, будто у вас действительно есть эти состояния. Вот эти самые модельные состояния тоже могут присутствовать. Например, если мы тестируем какую-нибудь функцию продажи, автомат по продаже каких-нибудь шоколадок, у нас могут быть состояния как бы idle, когда он от нас ждет, может быть состояние, когда мы вбросили монетки, может быть состояние, когда мы сначала набрали нужную нам номер нужного нам товара, а уже только потом выдали денежки. То есть два родных состояния. В одном состоянии сначала деньги, потом стулья, в другом сначала стулья, потом деньги. Соответственно, классификация цели тестирования может быть также в терминах состояния. То есть нам надо обязательно в ходе тестирования попасть в состояние деньги-стулья или же состояние стулья-деньги. Теперь о том, что, собственно, является тестирование. То есть до того все мои слайды были о том, как проверить результат. Однако, понятное дело, что в любой сколько-нибудь значимой системе количество аргументов, которые мы ей можем скормить, оно, в общем-то, бесконечно. Оно может быть, даже если это у нас int, 2 в 32 перебрать, это, в общем, такая задача бесполезная и бессмысленная по нынешним временам. Поэтому нам необходимо обязательно для автоматизации предоставить некоторый алгоритм, который будет скармливать вот эти самые функции проверки соответствия аргументы. В нашем конкретном случае голубая мечта верификаторов изначально была в том, что если бы мы написали модель, то хорошо бы нажать волшебную кнопку и по этой модели получить данные, которые нам нужны, чтобы проверить соответствие. Значит, такие когда-то, лет 20 назад, эта задача была такая весьма утопическая. Однако в последнее время появились очень мощные инструменты, которые называются решатели, но все, в общем-то, на жаргоне их называют солверы. То есть это прямая калька с английского. Это программные пакеты, которые решают систему логических уравнений. Они логические, арифметические неравенства решают. И это настолько мощная техника, которая позволяет для довольно-таки широкого класса программ более-менее автоматически строить входы. Понятное дело, если у вас там стоит какой-нибудь арксинус, по которому вы вычисляете аргументы для функции, то с арксинусом, пожалуй, солвер не справится. Но если у вас там какие-то сидят логические уравнения, скажем, а плюс б меньше 10, а плюс б больше 20, то, в принципе, солвер без особых усилий сможет вам эти самые а и б предоставить за, в общем-то, небольшое время. Ну, наш метод развивался в те годы, когда солверов еще не было. И, в общем-то, нацелен он на задачи, которые часто солверам не по зубам. Солвер начинает, в общем, страдать, когда там появляются всякие мэпы, сеты, кэширование, таймауты. Вот тут солверу не очень просто становится. Поэтому в нашем конкретном подходе для генерации тестов используется некоторый конечный автомат. То есть обход этого конечного автомата порождает цепочку тестовых воздействий. Для того, чтобы писать как можно меньше, вот слева квадратики – это то, что нужно написать. То есть нужно написать модель. Нужно в ней разметить некоторые пункты, которые будут маркерами для оценки полноты тестирования и предложить некоторые генераторы тестовых данных, которые будут, на самом деле, не совсем в тупу генерировать, а основываясь на показаниях модели, предлагать те или иные тестовые воздействия. А дальше идет некоторая уже инфраструктурная поддержка для тестирования, которая позволяет генерировать тестовые воздействия, строить итераторы данных из тех спецификаций автомата, которые вы дали, оценивать покрытие по критериям полноты и использовать предусловия. Напоминаю опять, у нас же модель в виде контракта. То есть предусловия – это те обязательства, которые вы, как пользователь некоторой функции, несете. То есть вы обязуетесь, например, функции квадратный корень не скармливать отрицательные числа. Если вы скормили, ну, в общем, вы знаете, кто в этом случае. Итак, чем же замечательна такая у нас инфраструктура? Тем, что для разработчика теста ему необходима некоторая функция определения текущего состояния этого самого тестового автомата. Ему необходимо написать тестовые дуги. Даже не дуги, а именно тестовые воздействия, которые бы хотелось применять в каждом состоянии. Например, попробовать подать, ну, если мы, скажем, возьмем тестирование почтового протокола, скажем, открыть почтовую сессию, предоставить список рецепиентов, предоставить данные, отправить. То есть мы говорим, что мы хотим это попробовать. Вот такой перечень у нас тестовых воздействий. Тестовое воздействие автомат начинает перебирать. Вот он взял первое попавшееся тестовое воздействие, например, открыть сеанс. Открыл его, перешел в новое состояние. Сеанс открыт. Он берет опять тестовое воздействие. Тестовое воздействие номер один у нас, напомню, открыть сеанс. Оказывается, открыть второй сеанс в рамках первого нельзя, предусловие запрещает. Все это тестовое воздействие отбрасывается. То есть мы не совсем уж так тупенько подаем тестовое воздействие, мы их фильтруем. Потом мы подаем какое-то следующее тестовое воздействие. Оно может оказаться в том же состоянии. Подаем еще одно тестовое воздействие, переходим еще в одно состояние. То есть обращаю ваше внимание, что вот эти все переходы совершаются уже автоматически. То есть от вас требуется написать разумный автомат с некоторым набором тестовых воздействий, а дальше уже за вас инструмент прошлепает по всем путям в этом, по всем переходам в этом автомате и построит достаточно полное покрытие. При этом есть также некоторые оптимизации по метрикам, то есть зачем нам ходить в те состояния, в которых мы уже были, или делать те переходы, которые нам уже ничего нового с точки зрения тестирования не дадут. В конечном итоге мы проходим, проходим, проходим до тех пор, пока инструмент нам не скажет, что все, все допустимые переходы в данном автомате были выполнены. Тем самым мы вместо, вот скажем, вот каждый из этих зеленых стрелочек – это отдельный тестовый шаг. То есть вместо того, чтобы написать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь отдельных тестов, мы написали один тест, нажали на кнопку и получили довольно длинную, разнообразную тестовую последовательность. Это к вопросу о бонусах, которые дает Model Based Testing. О том, какие из этого непосредственно следуют дебафы, это будет чуть позже, ближе к концу моего выступления. Значит, данная технология является практически востребованной. Значит, началась ее разработка в 94-м году по заказу компании, ныне почившей компанией Nortel Networks, для верификации ядра их операционной системы на телефонных АТС. Ну, в общем, подстанциях, ну таких, не очень больших. Да, канадцы, которые, в общем, благополучно сгинули. Часть из этих проектов была чисто исследовательская, не имевшая никаких значимых продолжений. А часть из них, помеченные зелеными черточками, это те проекты, у которых есть индустриальные приложения, есть продолжения и так далее. Например, похоже, представленные здесь технологии использовались для тестирования блоков оптимизации в компиляторе Intel, ICC. Это, по некоторым мнению, лучший компилятор для Intel платформ, то есть он генерирует самый оптимальный код. Второе, что здесь есть, это биллинговая система компании Wimpel.com. Ну, другими словами, как считает, проверяли, тестируем, как считает деньги Beeline. Своеобразно считает, сразу скажу. Но, тем не менее, этот проект был пройден с успехом. Это как бы даже не один проект, это длительная серия проектов. В результате сократилось расходы на тестирование в Wimpel.com. В разы они даже просто отдел по тестированию сократили, и сейчас, в общем, наш институт им в основном тестирует. Дальше. Значит, ARING-653. ARING-653. Это очень интересное направление в современной авиации, о котором я вчера уже говорил, когда вместо, как устроен, скажем, старая система управления в самолете. У вас есть некий исполнительный механизм, например, в крыле. От него идет провод в кабину. В кабине есть там тумблер, рычажок, стрелочки, которые показывают его состояние. И каждый из этих приборов управляется независимо. Если вы когда-нибудь заглядывали, скажем, в кабину штурмовика Грач, то я уверен, что вы были потрясены количеством всевозможных тумблеров, рычажков, кнопочек, которые окружают пилот. Это вот такое вот поле, а в вертолетах еще и вот здесь. Такое вот тоже немаленькое поле. Значит, каждый такой проводок весит, ну, скажем так, десятки, сотни грамм. Вместе они складываются в тонны. И новая архитектура заключается в том, что все это вешается на некоторый аналог из Орнета. То есть отдельно у вас находятся исполнительные модули. По Эзернету они взаимодействуют с управляющей программой, которая стоит в стойке где-то ближе к кабине. И вот эти вот программы в стойках, они выполняются в специальной программной интерфейсе, которая называется Arring 653. То есть это некоторый аналог POSIX, но для авиационных систем. Соответственно, вот Arring 653 для отечественных разработок у нас ведется, то есть как бы и начался, и до сих пор продолжается. Значит, опять же с банками, вот тут вот Client Relationship Система и TinyOS, это некоторое новое направление, посвященное так называемой интеллектуальной пыли. Когда у вас есть маленький бочонок с большой антенной, и этот бочонок, например, может сидеть в гнезде у птицы и мерить давление, регулярно мерить температуру, регулярно его передавать. А, скажем, обрабатываются где-то там в поле биологами, которые считают, гнездятся птицы, не гнездятся, сколько они высиживают детенышей по времени и так далее. В общем, очень интересное направление современной прикладной микроэлектроники. Значит, также весьма интересный проект LSB Infrastructure. Как вы, наверное, догадываетесь, в мире существует уже необъятный совершенно зоопарк Linux систем, и заявленная когда-то давно тезис о том, что работает в одном Linux, а работает в другом, уже давно не выполняется. Так вот, LSB, Linux Standard Base, это активность такая международная, направлена на то, чтобы создать некоторое подмножество требований к Linux. Если ваша программа этому подмножеству удовлетворяет, то в любом дистрибутиве, который это потом во множество обеспечивает, ваша программа заработает из коробки. Вот, соответственно, для LSB Infrastructure у нас был большой проект по разработке спецификаций и тестов, то есть надо сертифицировать и программу, и дистрибутив. Кроме того, реализован это было и просто общий фреймворк для поддержки разработки этого стандарта и процесса сертификации. Вчера вы видели презентацию моего коллеги по поводу тестирования hardware design, то есть программ на языке Verilog, которые фактически описывают семантику некоторой электрической схемы, которая потом станет микропроцессором, какими-нибудь ASIC и прочее. Видов моделей, которые, в принципе, могут использоваться, их, в общем, очень много. И вот на этом слайде представлено несколько современных подходов к моделированию, которые… То есть кроме нашего подхода есть и другие. Значит, здесь предоставлено несколько диаграмм, показывающих другие направления мысли в этой области. Вот, скажем, очень интересная контора, STRL Technologies, французы. Они придумали некоторое подмножество языка C, из которого они выкинули практически все, что не поддается формализации. То есть выкинута работа с указателями, выкинута работа с памятью, то есть нет никакого молока, все статически оставлено, пожалуй, только арифметика циклы. Да, он реального времени у них интерпретатор. Но в результате они получили язык, который похож на язык C, то есть для него не надо переучиваться. А к вопросу о переучиваться это будет тоже у меня в конце. Это первый бонус. А второй бонус, он маленький, простой, и поэтому как бы поддается верификации. Кроме того, поверх него накручена система нотации в виде иерархических автоматов, которые позволяют автоматизировать и тестирование, и до некоторой степени проводить аналитическую верификацию. Значит, IBM Rhapsody. Когда-то была такая… Значит, кому известна фамилия Гради Буч? О, это радует. Значит, Гради Буч с этим Сайвером Якобсоном. Айвор он, да, ведь? Айвор. Эта фамилия кому-нибудь известна? Да, тоже. Это очень радует. Они организовали в свое время компанию… А вот как компания называется? Я забыл. Ну, ладно, неважно. Они организовали компанию, в которой продвигали новые инструменты методологии объектно-ориентированного разработки и анализа программ, которые в конечном итоге купила компания IBM. Поэтому это сейчас называется у нас… А, Rational компания называется. Во, Rational. Продукты сейчас называются… Линейка продуктов называется IBM Rational. Вот. В том числе у них есть вполне себе интересные инструменты по автоматизации тестирования. А поскольку компания IBM еще докупила до кучи компанию TeleLogic шведскую, которая в свое время была лидером на рынке автоматизации тестирования, в том смысле, что вы пишете тесты не на каком-то скриптовом языке от балды, а пишете на формализованном стандартном языке TTCN2, потом TTCN3 и даже до некоторой степени автоматизируете генерацию этих тестов. То есть сейчас в IBM… А, и кроме того, в TeleLogic было DORS, управление требованиями. То есть сейчас в IBM ведется битва по скрещиванию всего, что они накупили. Битва уже ведется лет… Ну, как купили, так битва и началась, и все никак пока закончится не может. По скрещиванию всех этих инструментов и подходов в некоторую общую целостную структуру разработки. Ну, возможно, у них что-нибудь в конце концов получится. Не получится – продадут. Есть также доменно-специфические. Ну, кстати, STRL, она тоже доменно-специфическая. Ее основное приложение – это система управления, преимущественно в авионике. Дело в том, что у нас… Почему я говорю, скажем, преимущество в авионике? Там у нас есть электричество, у нас есть транспорт, у нас есть автомобили. Но все эти отрасли очень жестко сегментированы. И, в общем, рынки, можно сказать, поделены. И вот ту же самую компанию STRL, она контролирует значительную часть рынка разработки авионики. Но хотела бы к автомобилистам проникнуть, но у автомобилистов и свои игроки, которые тоже такие же умные. Поэтому я и говорю, что STRL, она преимущественно в авионике, хотя система – это общего назначения. Ладно, это было лирическое отступление. Есть очень специфическая отрасль. Это разработка микропроцессоров, асиков и прочих систем, которые в конечном итоге оказываются представлены в виде электрической схемы на кремниевом, ну, не обязательно на кремниевом кристалле. Значит, у них тоже есть свои собственные системы моделирования, очень специфические, в силу того, что есть понятие тактовой частоты, есть понятие сигнала, есть понятие ножек, там, троичная, четверичная логика и так далее. Значит, здесь у нас в числе лидеров тоже компания IBM. Проблемы тестирования систем. Вроде как эта система даже не программа, это не то, что программа, у которой неисчислимое количество состояний, это вроде вполне конкретная система, скажем, с числом состояния, ну, 2 в сотой, например, там, 2,2 в сотой. И вроде как она сейчас поддается верификации, но пока еще успехи на этом рынке, ну, грандиозные, но до завершения еще далеко. Так что если у вас есть желание осчастливить человечество, то вот это вот как раз та область, в которой можно и результат получить, и результат оказывается востребованным, то есть верификация модели аппаратуры. А вот эта красивая диаграмма, это весьма модное направление последних лет, называется Architecture Analysis and Design Language, ADL. Это язык для описания структуры большой системы. То есть система представляет собой набор, скажем, вычислительных узлов, каких-то узлов для хранения данных, обменов сообщениями между разными процессами. Причем здесь, кстати, семантика процессов, как правило, не представлены. Это именно для того, чтобы раскинуть ресурсы по некоторому… По-английски это называется deployment, как-то по-русски сказать я что-то затрудняюсь. В частности, эти диаграммы находят большое применение в авионике, так как у нас есть энное количество вычислительных узлов, у нас есть энное количество исполнительных механизмов, и надо гарантировать, что данных вычислительных ресурсов хватит, чтобы обсчитать все мыслимые задачи, связанные с управлением исполнительными узлами. Значит, задача построения расписания. Также, в частности, решается у нас в институте. И у нас в институте, в общем, могу похвастаться, сейчас мы выбились в мировые лидеры, которые недавно опубликовали для открытого доступа систему Massive, которая представляет собой систему поддержки разработки и анализа спецификаций на языке ADL с графической аннотацией. Вложено это дело в Eclipse, и сейчас применяется… Так, у меня осталось всего 10 минут, а мне еще надо сказать, чем все это плохо. Значит, попробую ускориться. Которые сейчас используются при разработке нашей отечественной новой… Надеюсь, что когда-нибудь полетит новый самолет MS-21, магистральный самолет 21 века. Еще одно направление верификации, которое использует некоторая схема моделирования, ну, тоже сейчас можно, опять же, моделирование использовать, понятие. Это так называемые safety rules. Например, у нас есть правило в ядре Linux о том, что функция dma-pool-allog нельзя вызывать до вызова функции dma-pool-create. То есть нельзя аллоцировать пулы в несозданной памяти. Как вообще такое поведение проверить на реализации? Значит, предложен метод, который заключается в том, что более-менее автоматически внутрь реализации вставляются специальные ассерты. Вот они тут и в дефами закрыты. Ассерты. Эти ассерты являются результатом некоторой модели, потому что они опираются на значение переменных, которые представляют собой модельное состояние. Например, был кредит, не был, была аллокация, не была аллокация. И после этого, либо в ходе тестирования, мы проверяем, что мы попадаем в эти ассерты. То есть мы строим такие последовательности операций с памятью. Либо же это делается аналитически, то бишь скармливается специальному инструменту, который решает так называемый речебилити проблем. То есть проблема достижения некоторых состояния в программной системе. То есть он либо говорит, что эти состояния недостижимы, либо же строит конкретный путь исполнения, который заканчивается в одном из этих ассертов. Значит, вот эта задача у нас решена. В принципе, она достаточно хорошо работает для драйверов Linux. Почему именно для драйверов? Драйвера Linux представляют собой хорошо структурированные программы небольшого размера. То есть большинство драйверов Linux менее 20 тысяч строк. Есть, конечно, гиганты типа файловых систем, которые порядка 50 тысяч строк, но подавляющее большинство драйверов, они сравнительно небольшие, структурированные. Поэтому для них можно проводить современные инструменты, позволяет проводить полностью автоматизированный анализ, то есть без участия человека. То есть самая магическая кнопка, о которой вчера говорил Юрий Глебович, что вы нажимаете кнопку, получаете результат. Можно не думать. Это очень хорошо. То есть системы, однако же, уже, скажем, для всего ядра Linux, на одной аппаратной платформе это порядка 20 миллионов строк. Провести подобные кнопки не работают. Просто система настолько велика, что за сколько-нибудь обозримое время жизни Вселенной эту задачу решить будет нельзя. Значит, то есть пока идет по пути, скажем, по модульному анализа. Еще одна проблема заключается в том, что многие системы современные устроены иерархическим образом в виде стека. То есть функции разделены по, скажем, некоторым уровням, ну, например, абстракции. И поэтому это дает возможность, скажем, проводить отдельный анализ каждого уровня, а потом верифицировать контракты. Что если каждая сторона удовлетворяет, реализует свой контракт, то в совокупности они реализуют свою задачу. Задачи, в общем, очень нетривиальные, так как если у вас два компонента работают правильно, если вы их соедините, то с вероятностью 50% композиция будет работать неправильно. Ну, понятно, почему 50%. Оно либо заработает, либо нет. Тем не менее, из правильных компонентов очень легко составить неправильную программу. Поэтому задача верификации композиции она, в общем, сильно нетривиальна, даже если у вас все компоненты отверифицированы неправильно. И отдельная проблема – это разработка спецификаций или моделей безопасности, так как в чем проблема? В том, что люди, которые пишут спецификации, они, как правило, их пишут на естественном языке, не формализуют, потом при анализе обнаруживаются лакуны, пробелы, вообще противоречия или просто ошибки. Итак, ближайшие перспективы, которые стоят перед МБТ – это освоение новых выселительных мощностей, которые позволят решать задачи верификации большего масштаба. Это использование новых подходов, включая, скажем, Provers и Solvers. То есть я вам сегодня показывал обход автомата. Автомат пишется вручную. Однако, в принципе, можно добавить к этому некий солвер, который будет заглядывать в модель, видеть, какой там путь исполнения. И для каждого… Ну, что такое путь исполнения? If такое-то условие – иди сюда. Если условие не выполняется – иди сюда. Тут опять if, которое дальше разветвляет. То есть мы, чтобы попасть в некоторую точку в спецификации, строим вот этот самый путь, последовательность предикатов, которым должны выполнять аргументы, получаем некоторое логическое уравнение, его решаем, если можем решить. И таким образом нам солвер предоставляет последовательность тех тестовых воздействий, которые нужно оказать, чтобы протестировать необходимое поведение модели. Это очень перспективное направление, которое сейчас и у нас развивается, и за рубежом. Значит, в чем плюсы тестирования на основе модели? Прежде всего, разработка теста на основе модели включает в себя модель. Разработка модели – это когда человек садится и читает каждую букву и очень интенсивно думает. Причем думание более интенсивное, чем у разработчиков, как показывает практика. То есть разработчики, если встречают какое-то темное место и какую-то недоспецификацию, часто они это место просто пропускают и делают, как захотелось. Разработчик же модели не может себе такое позволить, ему необходимо разобраться, понять и реализовать правильно. Значит, MBT не то, что достаточно легко, но, в общем, существуют примеры применения модельных тестов на основе моделей на кластере. Вот, скажем, у нас подход к тестированию аппаратуры допускает хорошую параллелизацию. Там, в принципе, даже линейный коэффициент. То есть вы поставили 100 узлов, и у вас в 100 раз быстрее отработал тест. Значит, систему тестов, написанную с использованием модели, в общем-то, проще поддерживать, чем просто ручные тесты, так как у вас тесты существуют не сами по себе, а на основе некоторой модели. То есть если кто-то вносит изменения в исходные требования, ну, более-менее просто проследить, какие должны быть изменения в тесте. Вот тут такой момент написан, что трудоемкость разработки модельных тестов с использованием моделей в большом проекте меньше, чем традиционной технологии. В маленьком проекте больше. Поэтому применение МБТ – это такая… Здесь некоторое пороговое значение сложности проекта, при котором можно разворачивать МБТ. Если проект маленький, простой, то, в общем, нет необходимости даже с этим париться. А теперь посмотрим очень быстро, какие же есть нетехнические проблемы, связанные с МБТ. То есть плюсы мы уже рассмотрели, что МБТ у нас позволяет автоматизировать, экономить, ускорять. Ну, не все так… В общем, если бы все было так хорошо, то если все так хорошо, то где МБТ на практике? Значит, МБТ отличается свойством, которое называется медленный старт. Ну, оно здесь так условно названо. А именно, так как наш этот подход использует в качестве основы для тестов модели, то понятно, что первый тест может возникнуть только после того, как написана модель. Разработка хорошей модели для сложной системы – это недели или даже месяцы непрерывной работы без видимой отдачи. Какая, видимо, отдача от тестирования? Тесты. А тут люди сидят и ковыряются с моделью. Долго, упорно. Кроме того, упс, пардон. Модели часто рассматривают как избыточное дублирование кода. Ведь мы же уже это написали. Зачем вы еще раз это пишете? То, что мы пишем совсем другое, оно как-то не так очевидно. То есть вот этот вопрос о дублировании кода, он реально возникает в реальных проектах. Для того, чтобы написать модель, надо иметь информацию не о том, как работает система, а о том, зачем она работает. Вот эта документация, зачем вам нужна эта функция, она зачастую отсутствует. Даже в крупных компаниях, где вроде как отлажены процессы разработки, часто можно услышать, читайте код, там все написано. То есть это называется уже reverse engineering. Это весьма интеллектуально затратная процедура. А хуже всего, когда клиенты MBT используют какой-нибудь из agile методов, при котором код не фиксируется, а постоянно плывет. Но ведь у нас же модель-то на интерфейсе висит. То есть мы описываем некоторый контракт, для этого надо зафиксировать не только ответственность сторон, но вообще, какие операции-то будут. А если там какой-нибудь agile процесс, то интерфейсы плывут регулярно. То есть вчера был один набор интерфейсов, сегодня он другой и не совместим с предыдущим. И модель надо выбрасывать на помойку и писать заново. Потому что у других функций уже другой контракт. Ну и как бы более общо можно сформулировать вопрос менеджмента к команде, которая пользуется MBT, где ошибки. То есть главное, чем отчитываются тестировщики, это ошибки. Нет ошибок, нет работы. Нет работы, нет денег. Для того, чтобы избегнуть такой коллизии, необходимо начинать разрабатывать модели как можно раньше. То бишь на этапе проектирования, когда еще только придумывают, о чем будет система. И желательно использовать в таком случае процесс код верификации. То есть когда разработка средств верификации, то есть тесты модели, идет параллельно с разработкой кода. И потом они встречаются. А совсем не так, что сначала код, потом тесты, и где-то вот только вот там можно тестировать, обнаруживаются ошибки, потом опять надо откатываться, менять, менять модели. В общем, построение процесса, включающего себя в MBT, это более нетривиальный процесс, чем построение обычной схемы разработки. Ну и непонятная модель. То есть, скажем, менеджмент просит разработчиков посмотреть на модель, которую освояли тестировщики. Разработчики смотрят, как баран на новые ворота. И все это довольно, так сказать, нехорошо выглядит. Итак, возвращаясь опять-таки к процессу, введение MBT предъявляет определенные требования к планированию, управлению процессом разработки. Прежде всего, это выбор уровня качества. То есть, MBT это весьма дорогостоящая процедура, так как необходимо разрабатывать модель. Для разработки модели, как правило, нужны люди более высокой квалификации, чем те, кто реализует код. То есть, это более, соответственно, дорогостоящий персонал. Опять-таки удлиняется процесс. Напомню, что тут у нас разработка, потом тестирование становится. Соответственно, необходимо четко сформулировать бизнес-цели в проекте, что мы хотим достичь, какие у нас есть, скажем, приемлемые риски, с чем мы готовы пренебречь. То есть, не перфекционизмом заниматься, а вполне конкретно подумать о том, насколько серьезно мы хотим вложиться в качество программного продукта. Ну и проблема планирования. Здесь условно сформулированы, когда одна сторона орет, что тестировщики нас отвлекают, а вторая сторона, соответственно, возмущается, они молчат, как партизаны, ничего не говорят. То есть, при применении такой технологии, как МБТ, в общем-то, требуется простраивание политики взаимодействия тех, кто делает модель, спецификаторы и программисты. Соответственно, требуется простроить весь процесс разработки достаточно как бы в таком ключе, чтобы эти две команды могли друг с другом взаимодействовать. В принципе, эта проблема не нова. Еще в Советском Союзе у нас было разделение на алгоритмистов и программистов. То есть, алгоритмисты придумали, как должно работать, а программисты это реализовывали, а потом начинали друг друга перепихивать. Программисты говорили, что это ошибка в алгоритме, а алгоритмисты говорили, что это программисты криво сделали. В общем, эта задача не нова, и по-хорошему она до сих пор никем не решена. Ну и выделение ресурсов. Для того, чтобы сделать хороший набор тестов, нужны сильные люди, которые будут этим заниматься, то есть их надо либо нанять, либо выделить из своего коллектива. Что идет, как бы, что вплотную примыкает к следующей проблеме, которая называется сложность обучения. То есть, значит, анекдот старый добрый, что я знаю каратэ, дзюдо, айкидо и много других страшных слов. То есть разработчик, человек, который эффективно пишет модели и тесты на основе этих моделей, должен знать много слов. Он должен знать, что такое расширенный конечный автомат, иерархически расширенный конечный автомат, предопостусловие, должен иметь представление о том, что такое темпоральная логика, алгебра термов, переписывание, вход автомата и так далее. Когда я гастролировал по Индии с рекламой нашего программного продукта, однажды я встретил человека, который обладал необходимым набором компетенций. Я сказал, вот этот очень хороший человек, его можно нанять, чтобы продвигать этот наш продукт. Потому что мне сказали, что этот человек возглавляет ресерч-департамент крупной компании, и он не пойдет. То есть уровень компетенций действительно сильно не нулевой, не тривиальный, требуется для того, чтобы эффективно применять МБТ. Кроме того, как показал уже наш опыт внедрения, что тот человек, который пишет модель, он должен обладать другим складом ума. Ну, склад ума у них может быть тот же самый, но в тот момент должны быть мыслительные стратегии не такие, как у программиста. То бишь, нужно научить себя не думать о том, как получить результат, а подумать, какими свойствами этот результат должен обладать. Это, знаете, перестройка мозгов вот в эту сторону. Она, в общем, не мгновенный, как правило, процесс и требует определенного переучивания. Ну и, соответственно, подготовка персонала. Проблема начинается просто с того, что подходящие темы не изучаются в ВУЗе студентами. То есть люди, которые выходят из ВУЗа просто не готовы к восприятию таких концепций, у них такого еще не было. А менеджмент просит, ну, вы проведите трехдневный тренинг, а потом начнем работать. Вот. Ну, как бы результат соответствующий. Ну и возникает другая проблема. Ну, предположим, все-таки кого-то выдрессировали, вложили все необходимые знания, умения, навыки, получили хорошо подготовленного кадра. Возникает вопрос о том, как бы этого кадра удержать. У нас уже есть статистика, что 80% людей, которые проходят тренинг на МБТ, меняют работу с повышением позиции. Практически немедленно меняют работу, в силу того, что они получают существенно больший набор дополнительных скиллов, которые позволяют им претендовать на более высокую позицию. В частности, это связано с тем, что тестировщик – это человек второго сорта. То есть об этом явно никто не говорит, но сложившаяся практика именно такая, что если ты называешь себя тестировщиком, то отношение как к тестировщику. Ну, как бы есть отдельная ниша тех, кто разрабатывает некоторые инструменты для тестирования. Вот это как раз свой брат-программист, который просто занимается каким-то дурацким делом. Ну, по крайней мере, не тестировщик. Соответственно, для того, чтобы удержать такого работника в компании, необходимо показывать перспективу роста. То есть, что есть перспектива карьерного роста внутри компании. Ну и вот то, что я вам сказал. То есть повышается уровень компетенции. Не просто новые страшные слова знает, но новый просто способ мышления появляется у человека. И вполне возможен переход на позицию, скажем. То есть, вот понимаете, человек, который пишет модель, это уже человек, который способен проектировать. Это не просто кодировщик. Это человек, который способен увидеть за требованием некоторую проблему, сформулировать описание этой проблемы достаточно четко и предложить пути ее решения. Как бы можно было это запрограммировать, может быть, вот уже чем отличается проектировщик. Проектировщик говорит, что вот, ну мы сделаем вот это, вот это, вот это, вот это, получим результат, а потом программисты взят и думают, как же нам сделать вот это. Вот. Несмотря на то, что рынок model-based testing невысок, количество специалистов, которые способны его эффективно внедрять, еще меньше, чем емкость рынка. Поэтому, в принципе, таких людей переманивают в более высокотехнологические компании. В общем, это такой замкнутый круг. Вы готовите человека, человек уходит, у вас опять дыра. Вы готовите следующего человека, человек опять уходит, опять дыра. И так далее. Да, а потом я сам шел, да, и за собой дыру оставил. Ну, поскольку, как говорит Штирлиц, запоминается только самое последнее слово, я хочу сказать, что тестирование с использованием модели – это инструмент для весьма значительного повышения качества. В силу своей дорогостости до высокой стоимости этот инструмент имеет смысл применять в проектах, для которых качество значимо, будь то критические системы или системы, которые должны функционировать в течение длительного времени аптайма. Внедрение model-based testing требует определенных определенных квалификаций. Это не техника одной кнопки. То есть думать надо. И в общем и целом в современном мире model-based testing вынесен на флаг многих крупных компаний, в частности, компания Microsoft прикладывает весьма значительные усилия, чтобы это продвинуть и сделать инструменты, приближенные к жизни, например, инструмент Spec Explorer. Поэтому, обращаясь к нашим молодым слушателям, я предлагаю как минимум ознакомиться с этим подходом. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. У нас, наверное, есть время на один-два вопроса. Иванов Александр, поскольку модели большие и сложные, то возникает вопрос, как обстоят дела с их тестированием и отладкой? Есть ли какие-то специальные инструментальные средства для отладки моделей? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это как раз вопрос не в бровь, а в глаз. АПЛОДИСМЕНТЫ Реализация является… тестирование реализации одновременно является тестированием модели. То есть, когда идут первые ошибки, то в 99% случаев это ошибки в моделях. То есть, когда у вас реализация неявная, то есть она вообще сформирована в виде логических условий, то нет, в общем-то, таких значимых инструментальных средств, которые мы могли вам показать, что действительно ваша модель корректна. То есть, для того, чтобы проверить модель, нужна другая модель. Ну, вот логично в качестве второй модели взять реализацию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все зависит от языка аннотации. В частности, мы сейчас перешли к языкам, основанных прямо на языках программирования, то есть на Java, на C+, на Python, на Python, которые являются исполнимыми программами, которые можно просто в атлатчике поглядеть. В этом, в частности, проблема внедрения специализированных языков, что для них нет хороших инструментальных средств. Наталья Крио. АПЛОДИСМЕНТЫ Френгель Сергей Пиран. Скажите, вы говорили про модель, вы говорили про модель объекта, но в тестировании еще модель неисправности, чем, так сказать, отличается от верификации. Надо знать, что мы тестируем, тот список неисправностей, но там свои проблемы. Да, это вопрос доминирования неисправностей одних другими и прочее. Вот как этот вопрос? Он как-то совсем здесь не присутствует. Да, в данной презентации рассматривается исключительно функциональное тестирование на предмет поиска разногласий между поведением, которое демонстрирует реализация, и ожидаемым поведением. То бишь возможные отказы, допустимые отказы, недопустимые. Мы просто с такими задачами не сталкиваемся, поэтому у нас не разработано. Вот такой ответ. Спасибо, очень интересно. Дмитрий Стылов, компания DVExpert. Вот недавно буквально я был на другой конференции, где много обсуждались вопросы всяческих методов оптимизации программ путем алгоритмов генетического уровня. Везде они применяли юнит-тесты, в частности, как вариант существующей спецификации. И вот они обнаружили очень интересное практическое наблюдение, что существующей спецификации, в каком бы виде они ни были, чаще всего задают какие-то интересные свойства системы, но поэтому в них отсутствуют базовые тривиальные вещи. В результате такая генетика очень часто находит какой-то совершенно примитивный способ удовлетворить всем условиям, типа того, что если я здесь всегда пустую строку буду возвращать, все будет вообще окей. Как решается вопрос полноты в этом стыке технологий? Да, это фиксация тривиальных требований, это действительно существенная проблема. И часто такая ошибка встречается именно при начальной разработке программы, что мы описываем только действительно то, что интересно, и пропускаем некоторые общеупотребимые свойства, в результате мы получаем дыры. Что мы можем к этому результату прийти вот так, и при этом у нас из модели выпадает, что вот этот способ запрещен. Да, скажем, у нас подход, поскольку основан на объектно-ориентированном программировании, сама концепция, то есть некий базовый класс, который описывает вот эти самые базовые модели, а потом к ним идет наследование, если там вниз, наследование, которое расширяет дополнительные требования, вводит. Но вообще проблема открыта, то есть это нетривиально. А что касается, скажем, генетических алгоритмов, ну это ивристика, то есть как повезет, какой вы набор вот этих вот, как бы, селективных правил напишите, вот такой результат и получите своими мутантами, как бы. Нет, это понятно, просто они как раз обнаружили в результате, что у них проблемы часто именно в спецификациях в первую очередь. Ну, потому что он глупый, ему все равно. Верно. У меня небольшой вопрос, поскольку здесь и вчера об этом говорили, ну, может быть, тоже, как вы говорите, я все-таки из того поколения. Вот мы всегда боялись конечных автоматов. Вот два регистра, связанных через АЛУ, как это все описать? Два в 16-разрядных регистра. Я к чему, пример, не к тому, чтобы вы там мне все описывали, проклятие состояния. Вот как с этим сейчас борются? Значит, проклятие состояния, как взрыв состояния, с которым сталкиваемся мы, боремся вручную. То есть вот то, что я рисовал на одном из слайдов, так, а, уже пропал, ну, ладно, неважно. Значит, у нас тестовые воздействия строятся, как обход некоторого автомата. Автомат пишется руками, то есть человеком, и, как правило, построение тестовых воздействий строится так, что вот мы знаем, что у нас вот эта модель разбивает пространство на набор доменов, и мы ручками находим, как вот в этот домен, домены попадать. Это, да, да, и как бы, а у нас же есть покрытие. То есть у нас есть покрытие, мы можем посмотреть, все ли значимые моменты спецификации мы покрыли. Вот. Ну. Вот. А второй вот сейчас уже подход, который я анонсировал как направление дальнейших исследований, это связывание с солверами и с абстрактной интерпретацией, когда мы более-менее автоматически строим структуру. То есть у нас вот есть два регистра по 2 в 16, то есть 2 в 32, но их функциональность вот этого ALU, она на самом деле состоит из нескольких, как бы, кусков, из нескольких доменов. То есть мы можем путем анализа реализации, ну или в данном случае модели, это некоторого автомата, построить некоторое абстрактное упрощение. То есть мы, то есть у нас пропадают, скажем, побитовые операции, зато у нас появляется, как бы, операция с переносом, там циклический перенос, операция без переноса. Вот это автоматически извлекается из структуры, что есть там три домена. И потом при помощи солвера автоматически решаются уравнения, которые каждому домену соответствуют, и извлекаются конкретные тестовые воздействия, которые должны попасть именно вот в этот абстрактный домен. Ну это пока больше теория такая гипотетическая, но поскольку эта задача чрезвычайно актуальна, то я уверен, что через некоторое время мы увидим инструменты, которые этот цикл автоматизируют. Не видим? Окей. Бальше. Как раз вопрос о том, как синтезировать тест. Из-за того, что у вас слишком много состояний, когда между комбинационным устройством появился... Правильно. Но вот эти состояния, большинство из них похожи друг на друга. Вот цель вот этого абстрагирования заключается именно в том, чтобы найти домены похожих состояний. Вот более-менее автоматическим путем. Мы их находим пока вручную, но есть большое количество работ, вот в последние годы появилось. Так называемый concolic execution, конкретно абстрактное исполнение, когда сначала проводится повышение уровня абстракции, строятся конкретные примеры под эту абстракцию, и вот уже на них проводится, скажем, тестирование. Большое спасибо, Николай.